Всем привет, с вами Apple Explosions, вы смотрите пятый выпуск нашей постоянной рубрики Ask Apple Explosions, где я отвечаю на ваши вопросы, которые вы задали в предыдущем выпуске. Ну что ж, давайте приступим, поехали! Первый на сегодня вопрос задает пользователь Макс Павлинок, и он спрашивает, купили, сделай поп-фильтр и скажи, какой микрофон? К сожалению, я не знаю, где купить фильтр на свой микрофон, и если ты знаешь, как сделать или купить фильтр на мой микрофон, то я бы тебе благодарен, если бы ты написал мне в личку, а микрофон у меня с Samsung MaterialMig, довольно-таки хороший микрофон. Едем дальше. SiriiPodTouch спрашивает, хотел бы ты себе Xbox 360 или PS3? Я не особо люблю играть в компьютерные игры, поскольку времени на это у меня нету, но от повседневных дел отвлечься и расслабиться, иногда хочется, и конечно бы я хотел какой-то из этих устройств себе, но вот денег у меня на это, к сожалению, нет. Рамила Агаев спрашивает, ты с Донбасса? Нет, я не с Донбасса, я не понимаю, откуда ты взял такую мысль, я из Украины, город Херсон. Следующий вопрос у нас от пользователя, ник которого я не могу зачитать, и он спрашивает, какая у тебя камера, в чем монтируешь, почему видео не так часто? К сожалению, камеры у меня нет, и видео я снимаю на свой iPhone. Видео монтирую или в Final Cut Pro, или в iMovie, но в iMovie проще и быстрее. А видео выходит не так часто, поскольку у меня учеба и довольно-таки трудно придумать хорошее видео, спросите у любого блогера, и я очень-очень стараюсь, чтобы угодить вам и сделать классное видео, поэтому не судите строго и ждите новых видео. Следующий вопрос у нас от CoolEyeAlexWeSuper, и он спрашивает, что ты в основном делаешь на MacBook Air? Некоторые считают, что MacBook Air это нетбук, но нет, это полноценный компьютер, и я выполняю все задачи, которые должен выполнять полноценный компьютер. То есть, конечно, в основном я сижу в интернете, потом рендерю видео, сижу в фотошопе что-то делаю, иногда играю в игры, смотрю фильмы. Вот как-то так, и выполняет он эти задачи довольно хорошо, и когда я его покупал, я не ожидал таких результатов от него. Следующий вопрос у нас опять от CoolEyeAlexWeSuper, он спрашивает, какое для тебя было самое впечатляющее устройство, не обязательно от компании Apple. Вы знаете, я как-то затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что каждое устройство меня чем-то впечатляет, но впечатления могут быть хорошие и плохие. Допустим, если от Galaxy S3 у меня плохие впечатления, то от Nexus 4 у меня хорошие впечатления. И каждое устройство хорошо чем-то своим. В Lumia 920 мне нравится дизайн, в iPhone мне нравится всё, и я не могу делить самое впечатляющее. Нет у меня такого понятия. Каждое устройство хорошо чем-то своим, и для меня лучшее устройство это всё же iPhone. Следующий вопрос задает Никита Кусинов, он спрашивает, что компания Apple изменила в твоей жизни? Компания Apple полностью изменила мою жизнь и упростила её. То есть, каждый раз, когда я достаю свой iPhone из кармана, я получаю удовольствие. Это очень классная компания, которая затягивает свой цикл. То есть, купив iPhone, я купил MacBook, купив MacBook, я ещё что-то куплю и так далее. И даже если бы не компания Apple, вы бы сейчас даже не смотрели это видео, потому что благодаря своему MacBook я начал делать видео. Как-то так. Следующий вопрос у нас от Вадик Майерсон, спрашивает, если бы вам разрешили оставить одно i-устройство, что бы вы оставили? По скриптам, я бы iPhone. А верно, я бы тоже оставил iPhone. Следующий вопрос у нас опять от Вадик Майерсон, спрашивает, какое устройство от Apple больше всего ждёшь? Больше всего я жду iWatch, так как они мне очень понравились, я бы купил себе такие часики. Ещё было бы круто, если бы они были водонепроницаемые, но, думаю, в первой версии мы такого не увидим. Почему, я думаю, они выйдут? Они выйдут, поскольку такие известные информационные сайты, как The Verge, говорили о том, что в компании Apple сейчас над ними разводят 100 инженеров. Я думаю, это правда. Следующий вопрос у нас от Егора, и он спрашивает, какое тебе настоящее имя, и страничка с именем Out, это фейковая? Для тех, кто к нам недавно присоединился, моё настоящее имя Саша, и страница с именем Out, это не фейковая моя страница. Сразу отвечу на вопрос, почему Out? Просто раньше я рисовал граффити, и это был мой никнейм. Как-то так. Ну а следующий вопрос у нас от Apple More, и он спрашивает, как тебе iPod Touch 4? iPod Touch 4 был классным устройством для 2011 года, но для 2013 года это уже не торт, и на твоём месте, если ты хочешь взять iPod, то бери пятый, он классный и совершенно нормальный для 2013 года. Вот, в принципе, и все вопросы на сегодня, и интерактива, к сожалению, не будет, поскольку я интересного вопроса на интерактив не нашёл, и ответа на предыдущий интерактив я тоже не нашёл. Но у вас есть возможность поучаствовать в следующем интерактиве, и наставить свой интересный вопрос на интерактив в комментариях в данном видео. Вот, в принципе, и всё, я надеюсь, вам понравился мой выпуск, подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх, читайте мой твиттер, и всем пока. И чуть не забыл, свои интересные вопросы в следующей Ask Apple Explorions оставляйте в комментариях в данном видео, вот теперь точно, пока. Субтитры подогнал «Симон»